Сегодня лекция как раз о книге, не только о правлении, а о книге, конкретной книге Томаса Бокса «Левиафан». И эта лекция была, скажем, предопределена нашими путешествующими встречами и беседами о Эрнсте Юнгере, прежде всего. И вот особенно последняя лекция, она вызвала такую жизненную дискуссию и много вопросов, связанных как раз с этим образом «Левиафан». Потому что мы помним, что Юнгер очень активно использует этот образ «Левиафан». И, конечно, он рассуждает о «Левиафане» в контексте шмидтовского влияния. То есть это было такое воюльное влияние. Но об этом еще поговорим, возможно, тогда перейдем непосредственно к Карлу Шмидту. И вторая книжка, которую мы сегодня читаем, обсуждаем, это книжка Карла Шмидта «Левиафан. Получение государства Томаса Бокса». То есть для нас наш формат работает, продолжается. Мы берем какую-то книгу и читаем, обсуждаем, делимся какой-то тип восприятия текста. Ну, «Левиафан». Значит, сразу скажу, что книга очень сложная, как и, наверное, многие сложные книги, многие такие вот авторы непростые, требуют некого проводника. И для меня как раз проводником в этом сложном тексте был Карл Шмидт. То есть Шмидт – это как некий ключ к пониманию вот этой концепции «Левиафана». Шмидт не единственный, «Левиафан» Томаса Бокса – это такое фундаментарное произведение, я бы даже сказал, оно такое многоисторическое, но похоже. И здесь, конечно, много количеств вариантов, но поскольку мы находимся в определенном контексте смыслового, то это контекст антибуржуазный, конечно, антилиберальный, и все наши встречи проходят в контексте именно вот этого пафоса противостояния либерализма, противостояния буржуазной, такой вот капиталистической философии, идеологии, системы ценностей. Как раз Юнгер Шмидт – это та традиция, на которой мы выставили здание, такое галлазерическое, если можно так сказать. В этом смысле заявок предыдущая лекция как раз и выражалась в критике либеральной системы, которую Юнгер и Шмидт называют левиафаном. И вот я так вспоминаю наш предыдущий разговор, много как раз вокруг этого было споров, система левиафана, а вот поподробнее, а что это за левиафан такой, что это за система, и можно ли об этом как-то поподробнее поговорить. И вот это была как раз такая мотивация для того, чтобы мы сегодня поговорили об этом. Ну, конечно, для начала нужно осознать, может быть, или сказать об этом, что в самом образе, в самом образе левиафана. И действительно, левиафан – такой древнейший образ, древний и опасный образ. В этом контексте мифологическая ситуация или ситуация мифа для нас также является одной из необходимых пониманием не только отмеченных абстрактных каких-то белософских текстов, но и современной политической действительности. И поскольку весь наш проект носит такой вот социально-политический характер, то здесь я вот обращаю ваше внимание как раз на такое вот мифологическое понимание, мифологическую оптику восприятия политических процессов, вообще политической жизни. И левиафан в этом смысле один из лучших примеров вот такой оптики. Левиафан – произведение. Сам образ левиафана, как я уже сказал, очень древний. Вот это, видимо, интуиция или какой-то образ, который присутствует фактически во всех культурах мировых. Я еще приведу примеры. Фактически везде присутствует некий образ какого-то змея, какого-то дракона, какого-то большого чудовища, огромного чудовища, выражающего собой некие хтонические силы. Выражающие собой некую идею мощи, идею разрушения, идею зла. И, конечно, самая очевидная или самая подходящая наук – это христианская интерпретация или понимание змеи. Змеи, безусловно, это такая вот отрицательная коннотация, хотя, если есть желание об этом поговорить, мы можем вспомнить, может быть, какие-то более нейтральные варианты. Но, как правило, это ярко выраженный символ зла, дьявола. Змей – это дьявол, а змей – это враг человеческий. Это тот, кто приносит смерть, это тот, кто губит человека и вообще все живое. Ну, что надо помнить, змей символизирует и пусть его. Ну и, конечно, сам Бобс в своем произведении, он вспоминает и цитирует хранитый сюжет в книге Иова, где как раз описано, это есть одно из описаний некоего страшного морского чудовища. Ну, обращаю ваше внимание, еще об этом поговорим, о стихии воды или о стихии моря. Ни сколько воды, сколько моря. Чем море. Ну, и тоже ряд очень таких мощных коннотаций. И больше всего, да, оно, как я, символ, выражает некий ассекологический, да, апателлиптический сюжет, но об чем-нибудь тоже стоит очень больше. Особенно интересно, в этом смысле Карл Шмидт тоже акцентирует на это внимание, особенно интересным является интерпретация или принимание Левиафана отца и церкви. Под Левиафаном вообще, под этим образом морского чудовища, понимается дьявол, пойманный на крючок, пойманный на наживку крестной смерти Христа. Об этих вещах мы можем, как и людей, мы можем увидеть у Григория Великого, Льва Великого и Григория Низкого. Очень интересный сюжет, выражающий, ну, некую антологию, антологию победы над силами зла, утверждения жизни, вечной жизни. Об этом скажем, идея в том, чтобы утвердить жизнь, уничтожив смерть, уничтожив зло. И здесь происходит очень такая интересная инверсия смертью, смерть поправ, с некий сюжет, где действительно Христос выступает в качестве приманки. И укрестная смерть – это наживка, это обман, это некая акция по поимке и уничтожению зла, и уничтожению зла, и уничтожению смерти. Во времена крестовых походов немецкие паломники распевали, цитирует Карл Шмидт, «О благословенный крест, лучший из всех древес, на тебя был пойман ужасный Ревиапан». Здесь действительно речь идет о том, что Ревиапан – ужас, смерть – дьявол, который был пойман. Пойман не уничтожен. Это очень важный момент, который актуален для нас – о смерти и об уничтожении Ревиапана, говоря в Юге, в Шмидте. И об этом будет определенный смысл политических действий. Ну, я думаю, что об этом социально-политическом контексте мы поговорим уже после того, как взвесим все те социально-политические аспекты вот этого образа, этой идеи. Безусловно, как я уже сказал, образ эскатологический змея, дракона, образ дракона, выходящего из моря, древнего змея, образ, как известно, из откровения эскатологического, из моря. Кстати говоря, здесь тоже очень интересный параллель и такой намек или некая такая отсылка к знаменитому сюжету, связанному с титанами. Напомните, что во времена Дуноя, когда земля была повержена в этот мрак безбожия, магизма, в мире господствовали титаны. Это были потомки ангелов или каких-то сил, сынов Божих, каких-то, видимо, высших каких-то сил, которые ангелоподобных или ангелоподобных, которые входили в связь с женщинами, с людьми и от их строителя рождались вот эти титаны, обладающие огромной мощью. Они были гиганты, но, кстати, один из таких вот рудиментов, ну, это история с Даниным Голиафом, Рафаимом, Рафаимом, так называемый, да, был целый артилей на порогах этих титанов. И, ну, в каждой культуре, опять же, существует этот образ гигантов, великанов, как, опять же, некое воспоминание или рудимент, видимо, того события. Титаны были повержены как раз в море, и Рафаимом – это тоже титан, мы об этом будем говорить. Одна из коннотаций, одна из содержаний, да, вот Рафаим – это огромный человек. И здесь вышедший, видимо, из моря, да, вот тот титан, обладающий неимоверными способностями. Ну, и, конечно, нельзя не вспомнить мондейский сюжет, также эскопологический, понимающий всепожирающее морское животное, которое проглатывает космос вместе со всеми, кто не отделился от этого мира. Вот эти вот монастические сюжеты – отделение от мира и пожирание этого мира в конце времен огромным, огромным морским чудовищем. Вот коннотация понятна в этом контексте. Очень интересный сюжет, который тоже я хотел бы мне вслед за Павлом Шмидтом обозначить – это иудейскую трактовку Мелиофана. Шмидт ссылается вот в этих примерных примерах на Лютера, его застойчивые разговоры, Бодена – демономания, Рилана – милакты, и Эзенменгера – воскрепленные действия. Эти авторы фиксируют, как раз и по-новому воспринимают или показывают образ Левиафана. Левиафан – это символ, не только Левиафан, бегемот впоследствии, да, это одна из еще одних тонических таких фигур или нехтонических, разберемся. Левиафан – это скот на тысячи гор, цитата из Псалона, 50-х Псалона. Это языческие народы. Левиафан и бегемот – символы языческих враждебных евреям мировых сил. Причем Левиафан – это морские державы, и бегемот – это сухопутные державы. Между Левиафаном и бегемотом происходит сражение. Вот этот образ, когда Левиафан своими плодниками удушает бегемота, не дает ему дышать, а бегемот своими двигателями пытается разобрать Левиафана. «Евреи стоят поодаль и наблюдают за этой священной битвой, а затем питаются плотью международных народов и тем живым». Ну вот такие образы, такие символы, некая священная кошерная еды, некий образ поглощения. Ну, опять же, символические символы, которые, безусловно, работают в неком социально-политическом контексте. Или, например, еще один образ, о котором говорит Рашмин. «Бог каждый день играет с Левиафаном по несколько часов». Или, например, другой образ. «Чтобы защитить мир от дикого мурава и животного, Бог оскопил Левиафана мужского рода и засолил мясо пособи женского, чтобы им питались в праве Петерваилы». Вот такие интересные образы приводит Шмидт, цитируя вот тех авторов, о которых я сказал. Вот такая иудейская традиция. Конечно, это символическое, аллегорическое понимание образа как определенной духовной практики. Возможно. Но мы можем только гадательно знать о том, что же из себя, что несет с собой этот самый образ Левиафана. Но хочу опять же вернуться к этому сюжету. Невозможно, на мой взгляд, культурологически мумилировать образ. Для мифологического сознания Левиафан, как древний змей, это реальность. И для нас это реальность. Если мы изменим оптику и действительно будем, скажем так, более наивными, что ли, в таком хорошем смысле, то многие политические события действительно для нас будут иметь смысл. И исторические события. Еще раз говорю, вот эта мифологическая наивность, или то, что мы называем теперь наивностью архаики, с высоты нашей позитивистской научно-технической цивилизации, так это принадлежительно, свысока, она, эта мифологическая наивность во многом является терапевтической и действительно наделяет, имеет способность наделять смыслом те события, которые у них прошли. Политика и есть мифология. И не столько в сарелевском смысле социального мифа и идеологии, сколько в смысле Густава Лейбона, о чем мы тоже с вами говорили. И тем более в понимании Эрмаста Юнгера. Политика – это извечная борьба символов, образов. Это, если можно использовать вот такой синкретический термин, имагомахия, состоящая из двух латинско- и греческих слов. И обратно, имагомахия обнаруживается в политике. Но не только. То есть возникает вопрос, а что первично, что вторично? Мы по факту какого-то события наделяем это событие образом? Или предшествует образ, а событие уже потом? Вот это у нас научает изменение перспектив как раз те авторы, о которых мы с вами говорим. И здесь я тоже так же вас призываю попробовать недооценивать эти образы. И это будет в пиху тому смыслу или тому мотиву, мотивации, который нам предлагает Томас Гоббс. Не могу не сказать, как я сказал вначале, а некие образы привести в качестве примера к языческому почитанию змея. Ну, вспомним, конечно, дракон китайский, питающий. Или пернатый змей ацтеков. Вот, я сегодня, вот, кецалькуанты. Вот, кельты, германские племена, так или иначе, почитали змея. Римская языческая традиция, был даже такой персонаж в языческой римской армии, драконосец. Знамя, носитель знаний, на котором был изображен дракон. Ну, и, конечно, славянская традиция почитания водного змея ящера. Вот, у академика Рыбакова, знаменитый вот этот двухтомник языческо-древней славянки, языческо-древней Руси, он там очень подробно описывает пульт ящера. И, действительно, ящер – это некое такое хитоническое древнейшее божество, утверждает Рыбаков. И очень распространенным явлением было украшение дома, как это ни странно, с символом ящера. Это одно из самых древних таких, древних сюжетов, древних таких изображений, да, или вот таких вот искусств, да, украшения дома. Как правило, это носило такой ритуальный характер. И вот тоже не могу не вспомнить о славянских летающих огненных змеях. Тоже интересный параллель с Титанцией, о которых я сказал, считалось, Афанасий, кстати говоря, пишет, тоже подробно в этом сюжете, посещали некие огненные летающие змеи, вздохи, как правило, и входили с ними опять вот в некое такое соютие, после которых рождались люди с уникальными способностями. Как правило, это были кордуны. Опять же, общий сюжет для такого библейского, да, библейский сюжет, для славянское язычество. То есть, видимо, есть некое событие, я не знаю, архетип это в юнгельском смысле, или что-то другое, или конкретное историческое событие, о котором существует некое воспоминание. Событие, связанное с каким-то змеем, с неким таким чудовищем. С чудовищем, которым сочетаются стихи воды, неба, земли и огня. И в этом контексте я не могу не вспомнить, для нас, опять же, это очень важно, я об этом упоминал вначале, концепцию змея Мирча Илиады, который как раз, разбирая этот сюжет, говорит о начале культуры, о начале цивилизации, о начале общества, как следствие убийства некоего сакрального, огромного существа, змея. И, безусловно, змей олицетворение хаоса, даже если мы будем говорить, использовать этот образ небесный, в том, что, как правило, удивительное свойство сочетания неба и воды. С неба хлещет вода во время дождя. Во время дождя молнии напоминают змей. Вода, как вот некая стихия, которая приближена этой самой змеи. И, как правило, стихия, буря, это есть обнаружение хаоса, разрушения, болезни, зла. И, чтобы оградить себя от этого зла, змей должен умереть. И в этом убийстве змея обнаруживается создание системы координат. Хаос противопоставляется космосу. Или хаосу противопоставляется космос. Отсюда рудименты первоначального жертвоприношения. Очень милая история с кошечками, которых пускают в дом, когда только что построился дом. Это как раз и есть рудимент любое строительство дома осуществлялось после ритуального убийства, ритуального жертвоприношения. Дом и есть космос, в котором человек способен существовать. Это и есть пространство своего. Это пространство, в котором способен существовать человек, ограниченное от хаоса. Итак, хаоса, разрушения, болезни, войны, стихии мощной, стихии разрушительной. И вот на этом я хотел бы обратить ваше внимание. На это хотел бы обратить ваше внимание. Зми здесь, или вот это первозданное хроническое существо, олицетворяющее силы стихии, первозданной стихии у хаоса. Змей как мощь, как некая сила, как некая потенция. И именно вот в этом смысле и должен понимать Ревиафана, Гоббсовского Ревиафана. Потому что как раз один из этих вопросов и был. А как же государство, порядок, Ревиафан, его надо зачем-то убивать. А что, почему? Здесь мы видим, что какой-то неудачный образ. Шмидт как раз и говорит об этом неудачном образе Ревиафана. И здесь действительно, именно в этом смысле нужно понимать Ревиафана. Это не сколько хаос, сколько сила и мощь. А хаос это как раз соответствует другой образ, который использует, кстати говоря, Гоббс. Это образ Бегебота. Мы уже встречали в аудейской моноплитации этот образ. И в книге Иева он также есть. Кстати говоря, он назван началом путей Божьих, если не ошибаюсь. То есть тут коннотация как раз положительная. У Гоббса обратно. У Гоббса бегемот орицетворения революции. У Гоббса бегемот орицетворения как раз этого хаоса. Но, как мы видим, потому что для Гоббса Ревиафан это сила и мощь, прежде всего. Да, именно в этом смысле должен понимать Левиафана Гоббса, как порождение сил хаоса, при этом естественного состояния. Левиафан, он находится в этой стихии, войны всех против всех, о чем я буду говорить. Он в то же время устанавливает свою сверху, свою власть над ценами гордости. Он возвышается над этой схваткой. Сам порождение этой схватки, мы можем так вот немножечко поспекулировать, сам порождение этой схватки, он возвышается над ней, над этой схваткой. И устанавливает определенные правила игры. Ну, кстати говоря, его стихия, его природа происхождения и является основанием или условием его гибели. Об этом я обязательно скажу позже. Ну, если вернуться непосредственно к самой концепции Донуса Коббса Левиафана, то в самой книге упоминания Левиафана это как раз очень мало. Всего трижды упоминают его. Это имя, этот образ Донус Коббса. Сам в начале книги, вот что я тоже об этом пишу, в начале книги Коббс сравнивает Левиафана с большим человеком, или искусственным животным, или с вот этим огромным, огромным змеем. Давайте почитаем, давайте почитаем Левиафана. Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется республикой или государством, по-латыни цивитас, и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам, более сильным, чем естественный человек, для ограды и защиты, которую он был создан. В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа. Должностные лица и другие представители судебной и исполнительной власти, искусственные суставы, награда и наказание, при помощи которых каждый сустав и член припепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности, представляют собой нервы, выполняющие такие же функции естественным телем. Благосостояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, санус опу. Безопасность народа – его занятие. Советники, внушающие ему все, что необходимо знать, представляют собой память. Справедливость и законы – суть искусственного разума, резон и воля. Гражданский мир – здоровье, смута – болезнь, и гражданская война – смерть. Наконец, договоры и соглашения, при помощи которых были первоначально созданы в сложном месте и объединены части политического тела, похожи «то пиат» на «то пиат» или «сотворим человека», которое было произнесено Богом, и «актит творения». Кто сотворил Левиафан? Действительно, мы здесь видим, что Левиафан – это некое творчество, это нечто искусственное. Здесь я призываю вас, может быть, в конце, в процессе дискуссии, порассуждать на тему диалектики естественного и искусственного. Это очень интересный сюжет, я вам намеренно пройду дальше, о нем можно очень много говорить, и здесь, конечно, Гоббс как раз акцентирует внимание на том, что Левиафан – это искусственное нечто, это некое создание, творение, подавление, то есть не просто природе, а человеку, высшему существу. Второй раз в книге Томас Гоббс упоминает Левиафана именно во второй, в главе 17-й, во второй книге «Государство», где он называет Левиафаном «Deus nortalis» – «Смертный Бог». И связывает как раз появление государства. И, наконец, в конце 28-й главы еще раз, третий раз называет имя Левиафана как обладателя наивысшей власти, латинского «recto». нет на земле власти подобных книгах. Все, три раза на протяжении всей книги. А мы помним о Гоббсе прежде всего по имени Левиафан. Вот удивительная способность. Три раза немножко упомянуть и оставить этот образ на века, создать этот образ на века. И, конечно, основная идея, как я уже сказал, Левиафан, или вот этот образ, олицетворяет наивысшую, нераздельную, самую сильную власть на земле. Ну да, кстати говоря, в качестве дополнения по поводу Бегемота в 1682 году вышла книга Гоббса о пресвятерианской и политанской революции 1640-1660-х годов под заглавием Бегемота. И здесь Бегемот сигнализировал хаос инволюции. Итак, в этом контексте Левиафан как сила, мощь, приносящая порядок и укращающая хаос, Гоббса часто понимают как апологета абсолютизма, как идеолога тирании, чуть ли не идеолога талитаризма. Наверное, вам приходилось слышать такие сюжеты, такие мысли, идеи. Действительно, много таких идей. Я не буду приводить конкретные цитаты, они бывают очень жесткие и поражающие своей прямотой, беспрекословность, принципиальность. Действительно, власть должна быть сосредоточена в руках определенной силы одного человека суверена или группы людей, которая также может называться сувереной. Вот этот образ суверена, как абсолютной власти, для Гоббса является ключевым. Об этом я скажу попозже. Действительно, власть социальная, всепроникающая, тотальная власть, кажется. Ну, прежде всего, эта власть тотальная выражается в способности или во власти казнить, во власти быть проводником смерти. Для Гоббса это, конечно, главный критерий власти. Человек, способный казнить или миловать, это и есть абсолютная власть, это и есть та сила, которая контролирует ситуацию, если хотите. Но, более того, власть, которая распространяется не только на сферу монентного, но и на сферу трансцендентного или инобытия, об этом я тоже скажу вне. В общем, завершая это сообщение, власть не только интерпретировать чудо, но и вообще придавать чуду буртийственный статус. Вот этот феномен чуда для нас является очень важным моментом. И вот смотрите, власть суверена распространяется даже на чудо. Власть суверена распространяется на внутренний духовный мир человека. Это власть тотальная. Казалось бы, но что в этом плохого? Действительно, порядок, все четко, единоначально, и существует иерархия, вертикальна, некая альтернатива бегемоту, альтернатива хаосу. И что тут? Зачем нам нужно что-то менять? Вот как раз в этом и был вопрос предыдущий. да? А что вы хотите? Вот вы говорите о разрушении, убийстве Видаофана. Это все-таки как-нибудь как система какая-то. А что вы предлагаете? Я не знаю, что ответить на этот вопрос. и у меня нет вариантов. Более того, часто ловлю себя на мысли, что существует очень распространенный в массовой культуре образ борьбы за справедливость, за свободу, за против тирании, сопротивления. И вот это сопротивление в итоге побеждает. Система рушится. И здесь а дальше что? Двойственное впечатление действительно. Ну а что дальше? Может быть из-за того это двойственное впечатление возникает, что как правило в качестве врага в этих сюжетах формулируется такой образ такого тоталитарного государства, а в качестве неких борцов сопротивления вот такие лидеральные романтики либерализма. Может быть на этом уровне что-то во мне вызывает какое-то сомнение в итоге этого разрушения. Но я думаю не в этом дело. Я думаю здесь надо разобраться а что за порядок предлагает левиафан. Тот ли это порядок из-за сокрушения которого нам нужно сокрушаться или из-за разрушения которого нам нужно сокрушаться. И в этом самый ключевой момент концепции левиафана. Дело не столько в абсолютизме который предлагает обст, сколько в основании левиафана. На чем зиждется это государство. И действительно поистине это сила мира сего. Плость и кровь этого мира это имманентность. Именно в контексте системы Гоббса. Вот я обращаю ваше внимание что этот идеалистический романтический в хорошем смысле этого слова идеалистический пафос наших встреч он как раз и является некой альтернативой вот этого вот этого тотального тотальной имманентности которую нас помещает Левиафан Левиафан соткал из этого мира он как я сказал плоть и кровь этого мира и для Гоббса нет другой альтернативы об этом я скажу поподробнее система Гоббса имманентна от самой низшей до самой верхней ступени именно поэтому вся пронизанность стихии распада она нуждается в скрепах это тот титан на грименных ногах это даже не платоновское сферическое бытие помните которое перевязано золотой цепью ибо вот материя стремится к хаосу и пытается распылиться здесь в другом контексте даже нету того оптимизма присущего даже этому образу платона в этой имманентности нет места антологическому оптимизму в этой имманентности выражается как раз вот тот факт что мир возле лежит и нет в нем ничего что сохраняло бы его нет никакой золотой цепи кроме власти кроме власти суверена архонта начальника рек но вот так ли это и конечно для того чтобы ответить на этот вопрос нужно увидеть или как мы можем читать этот текст левиафан с одной стороны левиафан это произведение политическое этот текст можно понимать с точки зрения исторической я думаю что вы мне тут поможете вот такой историко-совский может быть метод помените ну опять же как вы наверное заметили те кто ходят и слушают мои дисциплины я как раз на этом не акцентирую меня понимают я это предоставляю людям с историческим образованием люди которые эту оптику чувствуют хорошо и считают значимой для меня эта оптика не совсем она значима но она не является основной действительно содержание было продиктовано конкретной политической ситуацией борьбой Германа VIII королевы Елизаветы с властью папы борьбой за независимость от римской католической церкви ну вот марксистский подход он в этом смысле нам всегда поможет и подскажет конкретно социально-политические условия в которых рождаются такие тексты действительно особая проблема красной нитью проходящая сквозь весь текст это проблема единства власти и разделения властей духовную и светскую он очень много внимания уделяет как раз вот этому пагубному для государства разделению сам будучи апологетом конечно светской власти с другой стороны произведение Гоббса это надоисторическое и даже эскатологическое произведение здесь мне показалось текст не только является руководством действия в эпоху войны всех против всех а мы можем предположить что такая ситуация возникнет эта ситуация называется эсхатон и в этом заключается наверное смысл истории в пришествии вот этой ситуации войны всех против всех и в этой ситуации книга Томаса станет великолепным руководством действия некой политической программой в силу некой своей простоты здесь текст представлен как или можно представить как манифест будущего как программу реформирования общества вот когда когда жах и при этом совершенно очевидно бросаются в глаза что это проект будущего либерального кровавого государства я так скажу самой главной идеей его выступления и здесь это уже наступило ситуация наступившего сегодня общества либерального капитализма третья оптика или третья точка зрения на этот текст на котором я обсуждал больше наверное понимание это понимание текста как теологического действительно это скорее такая теологическая политическая теология поскольку здесь Гупс утверждает проект политического тела на антологическом фундаменте он ищет он ищет максимально авторитетное незыгримое основание которое в духе времени является священное писание эпоха реформации одна из самых странных религиозных эпох историй человечества и все большинство русских так или иначе мыслителей обращаются к авторитету священного писания даже в своем своей борьбе с церковью гопс 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 номиналист реформатор борец с критикализмом критикует цезарь папизм а значит и догматы определяющие диктат папы ну тот социально исторический контекст я уже обозначил признавая авторитет священного писания гопс критикует постулаты католицизма вообще здесь этот эмпирический или номиналистический номиналистический характер гопс в этой теории он играет с ним определенную такую злую шутку что ли ну или то как как это влияние происходит на всю концепцию мы сейчас увидим гопс разоблачает обман церковников жрецов которые подавляют развитие естественных наук разума просвещения и насаждают тему вежества в своих корыстных целях ну классика жанра догматы призваны одурачивать толпу и возвеличивают жрецов вся духовная иерархия из царства тьмы говорит гопс в своей главе о царстве тьмы и действительно некоторые аспекты его критики актуальны конечно тут о католической церкви много разных сложностей в этой догматике и тут индульгенция вот этот образ да и сюжет осконно набившие и памская неподрешимость чистивища очень много вопросов острых вопросов и гопс провоцирует эти вопросы он конечно использует их в этой своей борьбе с институтом римской католической церкви но гопс как я уже сказал становится заложником своего метода его номинализм для меня во всяком случае скорее иллюстрация однобокости и ограниченности его оптики но лучшим таким лучшей иллюстрацией его ну кандовая такая очень ограниченная критика присуществления можно об этом поговорить но материя очень непростая полгнеподобная ограниченность лишь тем что в случае как раз этой критики гопс иллюстрирует вот всю эту номиналистическую однобокость ограниченность своего мировосприятия которое он и предлагает читателю гопс прост в этом смысле он целиком как я уже сказал в пространстве эмберического он и в этом самая главная ошибка лишает человека антинамичности лишает самого главного тайны вот мы опять же очень часто используем этот сюжет тайна стихия бессознательно неопределенность граница точка это некие маркеры которые определяют политику которые определяют исторический процесс и вот с таким комбовым рационализмом с некой метрикой которую предлагает вот этот вот дерзкий дерзкий ранний да такой либерализм это конечно достаточно очень все так печально у гопса есть его уверенная простота и эта уверенная простота эмпирическое становится агрессивным методом как либерализм из романтического оппозиционного и даже героического становится постным навязчивым и удушающим его и живой мысль в его тексте есть место апофатики но эта апофатика выражается от имени субъекта и это еще один очень важный момент на который я обращаю ваше внимание он может быть такой философский артологический но он и является основанием политического контекста этого вероуправления и в этом контексте в контексте субъекта некого приоритета субъекта Гопс находится в рамках именно западного богословия апустинианского даже скорее в рамках томизма критикуясь холастику Гопс сам находится в рамках холастического примата субъекта именно этот вектор понимания богообщения и приведет впоследствии к западному европейскому нигилизму как это прекрасно иллюстрирует христос Яна Рас то как вот этот апофеоз субъекта приводит к знаменитому нишанскому богу уме апофатика Гопса лишь демонстрация почтения к Богу которая вряд ли может приниматься как онтологическое основание невосредственного богообщения ну вот в качестве иллюстрации давайте почитаем самого бога да спорить о естестве бога несовместимо с его честью его предлагается что в этом естественном царстве бога нельзя познать что-либо иначе чем естественным разумом то есть из принципов естественного знания а это знание настолько далеко от объяснения нам чего-либо в отношении божественного естества что не в состоянии объяснить ни нашей собственной природы ни природы величайшего живого существа и поэтому когда люди исходя из принципов естественного разума спорят божественных атрибутов они лишь кудят бога мерилом всего сущего является для гопса разум разум субъекта и этот очень важный момент является достаточно такой больной болевой точкой политического тела субъекта на чем зижнется вот эта самая антология во-первых бог спостулирует некую природу человека сущность человека с одной стороны а с другой стороны гопс спостулирует некий естественный закон человек дурное агрессивное существо подверженное многим страстям в этой антропологии гопсовской ну это хрестоматильный пример хрестоматильная вот эта ситуация обнаруживаются вот все самые такие мрачные черты человеческой природы хрестоматильная хрестоматильная все вместе то окажется что разница между ними не настолько велика чтобы один человек основываясь на ней мог претендовать на какой-нибудь блага для себя а другой не мог бы претендовать на него с таким же правом в самом деле что касается физической силы то более слабые имеют достаточно силы чтобы путем тайных махинаций или союза с другими кому грозит та же опасность убить более силы разум уравнивает с шансами и из-за этого равенства происходит война всех путем я сейчас говорю такие хрестоматильщики которые вы не знаете но их надо озвучить из-за равенства проистекает взаимное недоверие из-за этого равенства способности возникает равенство надежд на достижение цели вот почему если два человека желают одной и той же вещи которые однако они не могут докладать вдвоем они становятся врагами на пути к достижению их цели которая состоит главным образом в сохранении жизни иногда в одном режиме осложнений они стараются погубить или поколить друг друга таким образом выходит что там где человек может отразить нападение лишь своими собственными силами он сажая север строя или владея каким-нибудь приличным именем может с верностью ожидать что придут другие люди и соединенными силами отнимут его владения и лишат им не только плодов собственного труда но также жизни или свободы а нападающие находятся в такой же опасности со стороны другого тоже интересный сюжет собственности ну война всех против всех мирирует собственность потому что собственность это некое это нечто нереальное сегодня есть а завтра нет идет и более из-за взаимного недоверия война вследствие этого взаимного недоверия нет более разумного для человека способа обеспечить свою жизнь чем принятие предупредительных мер то есть силой или хитростью держать в узде всех кого он может до тех пор пока не убедиться что нет другой силы достаточно внушительной чтобы быть для него опасным мы находим в природе человека три основные причины войны во-первых соперничество во-вторых недоверие и в-третьих жажду славы первая причина заставляет нападать друг на друга в целях наживы вторая в целях собственной безопасности а третья из соображений чести люди движенные первой причине употребляют насилие чтобы сделать за хозяевами других людей их жен детей скота люди движенные второй причиной употребляют насилие в целях самозащиты третья же категория людей привлекают к насилию за пустяков вроде слова улыбки из-за несогласия во именении и других проявлений и уважений непосредственно или по их адресу их родных друзей народа сословия Ирины вот интересный сюжет при отсутствии гражданского состояния всегда имеется война всех против всех отсюда видно что пока люди живут без общей власти держащей всех их в страхе они находятся в том состоянии которое называется войной и именно в состоянии войны всех против всех ибо война есть не только сражение или военное действие а промежуток времени в течение которого явно сказывается в волях борьбе путем сражения вот почему время должно быть включено в понятие войны так же как и в понятие погоды это процессуально это наше состояние мы всегда находимся в состоянии войны другой вопрос что мы на некоторое время война вложена но мы ждем она будет она будет снеобходима в этом смысл этой цитаты вот как у нас погода сегодня вроде более-менее ничего но мы знаем что опять поскольку живем в Петербурге будет серое небо и снегодождь да и так будет два месяца дальше то есть в этой ситуации война это та же погода это некое пространство нашего бытия печально но факт для вопса в подобной войне в этом перманентном состоянии человечества ничто не может быть несправедливым я еще немножечко почитаю и закончу это такой единственный блок таких вот цитат все-таки которые надо ну мы же все-таки читаем вопса состояние войны всех против всех характеризуется так же тем что при нем ничто не может быть несправедливым понятие правильного и неправильного справедливого и несправедливого не имеет здесь места там где нет общей власти нет закона а там где нет закона нет несправедливости все справедливо Все справедливо. Убийство, грабеж, вот этот трагизм войны. Потому что этот трагизм, он определен или предопределен самой природой человека. И если эта природа человека ничем не опустывается, если эту природу человека не ограничивается, то это преднормальное состояние. Состояние этого хаоса, трагизма. Однако, есть оптимистический сюжет, который является неким основанием перехода от войны к миру. Страсти. Как это не страшно? Страсти и разум. Всем в предыдущем достаточно сказано о том плохом положении, в которое поставлен человек в естественном состоянии. Хотя он имеет возможность выйти из этого положения. Возможность, состоящая отчасти в страстях, а отчасти в его разуме. Страсти, склоняющие людей к миру. Страсти, делающие людей склонными к миру. Суть страх смерти. Желание вещей, необходимых для хорошей жизни. И надежда приобрести их к своему трудолюбию. А разум подсказывает подходящие условия мира, на основе которых люди могут прийти к соглашению. Эти условия суть в том, что иначе называется естественным законам. Это вот второй аспект, на котором зиждется вот это здание Левиопам. С одной стороны, человек дурное существо, война всех против всех. А с другой стороны, в самом человеке есть какой-то защитный механизм. Это уже не так пессимистично. И здесь уже Гоббс не такой мрачный апологет антропологического пессимизма. Здесь у Гоббса есть какой-то намек на что-то положительное, на что-то светлое. И здесь, конечно, вера в то, что существует некий естественный закон, древняя идея. Мы ее и у Гераклита встречаем, идея Лоббаса, идея некой предопределенности устойков, конечно, жить согласно природе, жить согласно закону. Это все такие очень оптимистичные варианты. Именно этот естественный закон и заставляет индивиду договариваться. Естественный закон, лекс натуралис, есть предписание, или найденное разумом, опять же, резонным, общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни, или что лишает его следствия для сохранения, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим следствием для сохранения жизни. Итак, есть оптимизм. Естественный закон, который укорен в разуме, и более того, эти естественные законы, они неизменны и вечны. И вот здесь происходит удивительная какая-то ситуация, когда естественный закон провоцирует перенесение собственных прав на другого. Также здесь возникает суверен. Давайте почитаем. Такая общая власть, которая была бы способна защищать людей от вторжения чужеземцев и несправедливости, причиняемые друг другу, и таким образом доставить им ту безопасность, при которой они могли бы кормиться от трудов своих и от подруг земли, и жить в довольстве, может быть воздвигнула только одним путем, а именно путем сосредоточения всей власти и силы в одном человеке, или в собрании людей, которые большинством голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю. Иначе говоря, для установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного человека, или собрание людей, которые явились бы их представителями, чтобы каждый человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам, или заставить делать других целей с сохранением общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это, чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воли, и суждению носителя общего лица. Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком, с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал другому «Я уполномочиваю этого человека, или это собрание лиц, и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия». Если это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством, по латыни «цилинтас». Таково рождение того великого Левиафана, или, вернее, выражаясь более почтительно, того смертного Бога, это вот тот второй пример, о котором я вам говорил, которому мы под владычеством без смертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным каждому отдельному человеку в государстве, указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной, сосредоточенной силой власти, властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека, или это собрание лиц, способным направлять волю всех людей, к внутреннему миру и взаимной помощи против внешних правил. Ну, понятно. Определяет, да? Определяет жизнь, направляет, сохраняет. Но самое важное – перенесение прав. Так как состояние человека, как было указано, есть состояние войны всех против всех, когда каждый управляется своим собственным разумом, и нет ничего, чего он не мог бы использовать в качестве средств для спасения от влогов, то отсюда следует, что в таком состоянии каждый человек имеет право на все, даже на жизнь всякого другого человека. Поэтому до тех пор, пока сохраняется право всех на все, ни один человек, как бы силен или мудрый он ни был, не может быть уверен в том, что сможет прожить все, то время, которое природа обычно предоставляет человеческой жизни. Следует, предписание или общее правило разума гласит, что всякий человек должен добиваться мира, если у него есть надежда достигнуть его. Если же он не может его достигнуть, то он может использовать любые средства, дающие юридическое новоемение. И вот здесь первая часть естественного закона следует как раз и гласит о том, что следует искать мира, и следует вторая часть естественного права, сводящегося к праву защищать себя все невозможные средства. Значит, и вот здесь происходит очень важный момент. Отказ человека от права. От права на все. Война всех против всех – это право человека на все. И вот с этим правом человек должен расстаться. И это желание расстаться лежит в самом человеке, в естественном праве. Отказаться от человеческого права на что-нибудь, значит, лишиться свободы, препятствовать другому, пользоваться выгодой от права на то же самое. Друзья, я не случайно акцентирую все эти внимания. Это является условием, или скажем так, в этом заключена некая порча, некая болезнь, на которую обращают внимание впоследствии решения. Вот в этом праве, в этом превращении Левиафана в гражданское правовое государство. И это, на самом деле, очень важный момент. Это именно то, благодаря чему Левиафан гибнет. Отказаться от человеческого права на что-нибудь, значит, лишиться свободы. Да, как я уже сказал, препятствовать другому, пользоваться выгодой от права на то же самое. Ибо тот, кто отрекается или отступается от своего права, не дает этим ни одному человеку право, которым последний не обладал бы ранее, так как от природы все люди имеют право на все. Отказаться от своего права означает лишь устраниться с пути другого, с тем, чтобы не препятствовать ему в использовании первоначального права, но не с тем, чтобы никто другой им препятствовал. Таким образом, отказ от права совершается или простым отречением от него, или перенесением его на другого человека. Ну, процесс пошел. Процесс отчуждения права, отказа от права на все, перенесения права на какого-то отдельного человека или группу лиц, возникает государство, возникает суверен, абсолютизм, власть суверенна, на основании общественного договора. Все вроде бы нормально, жизнь-то налаживается, как кто-нибудь говорит. Более того, это и есть смысл всего исторического процесса с точки зрения Гоббса. Это и есть царство Божие. Очень интересный сюжет Гоббса. Его понимание Святой Троицы. Для Гоббса один из аргументов против русской гиператологической церкви как раз то, что папа объявляет царством Божиим на земле церкви, а Гоббс говорит, нет, царство Божие уже было. И это царство Божие было выражено в лице Моисея, в лице вот того общества, древнего общества, еврейского сообщества, где Бог уполномочил Моисея быть главным, быть тем суверенным. И в этом для Гоббса выражается прекрасная мысль абсолютной власти суверена от Бога. Нет власти не от Бога. В случае с Моисеем это лучший вариант, лучшая иллюстрация. Второе, вторым лицом, кстати, и Моисей, как это ни странно, для Гоббса является первым, первым лицом Святой Троицы. Вторым лицом будет Святой Сын, Иисус Христос, а третьим Святой Дум. То есть здесь претензия у Гоббса конечно велика, но обнаруживается одна проблема в этой прекрасной концепции авторима псевтизма, порядка и нефигармонии. Это проблема чуда, как я уже сказал. Проблема чуда и отношения к индивидуам. Здесь вера совершенно неподконтрольная никому. И человек может усомниться в том, а истинную ли ему говорят властители, истинную ли ему говорят идеология. И от этого сомнения никуда не деться, говорит Гоббс. Именно чудо является тем фактором, который может расшатать систему. чудо совершенно не от мира сего. И поэтому Гоббс нивелирует чудо, как я уже сказал, жестко его оккупирует, помещает сферу регламентирования сувереном. Суверен, лишь суверен может толковать чудо, давать объяснения и придавать чуду значение. Более того, Гоббс спостулирует утилитарный характер чудо. Он говорит, чудо это лишь способ, которым Бог показывает то, кого он избирает в истории. Чудо это маркер избранника. Чудо это маркер некоего авторитета, суверена. Пророк чудо значит это тот, через которого Бог с вами говорит и которому вы должны причиняться. Утилитарный ход, как бы укрощение чудо. Однако невозможно нивилировать пространство внутреннего. И здесь Гоббс не может это отрицать. И он пишет «Не должно быть никакой власти над совестью людей, а лишь над их словом, так как вера развивается как это угодно Богу. Опасно требовать от человека, одаренного собственным разумом, чтобы он следовал разуму другого или большинства угол особо людей. И здесь Гоббс говорит, да, человек свободен в этой совести, человек свободен в вере, это совершенно какая-то неогративная ситуация, неконтролируемая. Поэтому нужно все-таки различать поклонение, почитание, внешнее и внутреннее. Поклоняться может человек чему угодно, внутри себя, но внешне он должен выражать только те действия, которые приписаны суверену. возникает проблема, но знаю, что Гоббс номиналист непонятно. Слово и дело разные вещи. Мы можем верить во что угодно, но на словах выражать веру, если того требует суверен, даже идеи выражать, которые противоречат нашей вере. И государственные поклонения это приоритет. в частности Гоббс приводит пример пророка Елисея Неймана в 4-й дни царства, когда Нейман говорит, ну вот я буду своему хозяину поклоняться и богам его приносить жертву, но я не верю в эти проблемы. Пророк Елисея говорит, хорошо, поклоняйся, но я не знаю, что ты в душе веришь в истинного бога. Вот здесь возникает это самое зазор между внешним и внутренним. Гоббс оправдывает эту ситуацию, он говорит, да, верь во что хочешь, но будь добр внешне поклоняться и почитать тот предмет, который тебе регламентирует суверен. вот это приводит к засору, трещине между государством и внутренним миром, человеком, который впоследствии выражается, формируется, развивается в гражданское общество. Итак, это и является для Шмидта главной проблемой личность, индивид, вера, чудо, неподконтрольность. И решение ГОПСа сделать государство нейтральным, чем-то ценностно нейтральным, чем-то институционализированным, неким институтным. И здесь абсолютизм ГОПСа превращается лишь в форму проявления системы государственной незампленности. И с одной стороны институт, форма без содержания с другой стороны внутренний мир и общественная власть. То, что мы называем гражданским обществом, которое превращается в новую стихию, в новую силу, в новую интернативу. Изнутри разбивающие Левиафан. Это и есть общественная власть, новая мысль, идея, которая, оказывается, имеет право человек в силу своей уникальности. Несмотря на попытки ГОПСа контролировать этот процесс. И это является смертью Левиафана. Ну, напоследок, я процитирую две цитаты Шмидта, которые, на мой взгляд, очень сочные, живописные. Извините, что я загрузил вас непосредственно в ОПСа. Он такой. Вся книга в ОПСа очень такая точная, такая скульптурозная, педантичная. Все он расписывает, вот все буквально очень так это подробно и достаточно муторно. Хорошо есть Шмидт, который нам подскажет, как в этой муторной глупо-мутерной тексте по каким тропам идти. Вот смерть Левиафана фиксирует Шмидт. Учреждение понятия либерализма, на которых основывалось позитивистское государство закона, стало оружием и властными постами высшей степени нелиберальных сил. Так партийный либерализм применил на практике свойственное либеральному закону государству метод разрушения государства. Левиафана, понимаемого в духе мифа о государстве как грандиозной машине, погубило различение между государством и индивидуальной свободой, погубило в ту эпоху, когда организации этой индивидуальной свободы стали теми ножами, которые антииндивидуалистические силы разрезали Левиафана на куски, разделив затем между собой его плоть. Так смертный бог умер во второй раз. И завершение тоже очень живописная цитата, которая создает некий смысл, придает смысл вообще опять же этому образу нашему разговору вселенашнему и предыдущему разговору. И вообще этой ситуации борьбы с Левиафаном, в частности в ситуации ответственности Гоббса перед созданием этого образа. Левиафан, пишет, что бросил тень на его произведение, и все его сколь угодно ясно мыслительные построения, аргументы попали в силовое поле заклинаемого МСИ. Никакая мысль, сколь угодно ясно проведенная в состоянии соперничать с мощи подлинно мистических образов. Вопрос можно ставить лишь о том, ведут ли они в великом развертывании политической судьбы к добру или к злу, к истине или к лжи. Поэтому тот, кто использует такие образы, с легкостью оказывается в роли мага, вызвавшего явление таких сил, с которыми не в состоянии собладать ни его руки, ни его глаза, ни какая-либо другая мера его человеческих сил. Тогда он подвергается опасности встретиться не с союзником, а с беспощадным демоном, который придаст руки врагов. Вот что и произошло с этим образом Левиафамом. Действительно, Левиафам становится врагом, становится тем змеем, который должен умереть, и смерть которого является основанием новой жизни, основанием существования каких-то других форм сообщества, которые, видимо, и являются некой целью исторического процесса. Спасибо за внимание.